Вот и подошло к концу беззаботное время жаркого, веселого и такого любимого всеми нами лета. Природа еще полна сил, но уже сейчас, в начале сентября, можно заметить, как все вокруг потихоньку, не торопясь, начинает готовиться к зиме. Пора и отдохнуть. Только не до отдыха сейчас ни первоклассникам, которые лишь начинают долгую, волнительную и крайне интересную дорогу, дорогу знаний. Ни совсем взрослым выпускникам, которые с замиранием сердца смотрят в будущее. Давайте все вместе подумаем над тем, что же необходимо для того, чтобы справиться со всеми задачами, поставленными перед ними. Кто-то скажет, мне нужны мама и папа или семья, и это будет верный ответ. А кто-то ответит, что для успеха необходимы настоящие друзья. Найди таковых, и полпути к поставленной цели уже пройдено. Еще много ответов можно услышать на этот вопрос. Здоровье, усердие, стойкость и даже удача. Но сегодня хотелось бы выделить вот этот ответ. Мир. Мир. Всего три буквы, а сколько значения, сколько смысла они несут. Мир – это все, что существует вокруг. Так мы называем нашу Вселенную. Мир в более узком значении – это наша планета Земля. А кто-то скажет, мой мир – это моя любимая семья. А что это слово значит для вас? Отсутствие войны? Спокойствие дома? Крепкая дружба? Вслушайтесь. Страны мира. Мир цветов и растений. Мир животных. Мир людей. И даже мировой океан. Слышите? Слово «мир» объединяет все живое на нашей планете. Даже в выражении «мировой кризис» можно найти что-то хорошее. Например, взаимопомощь. Целые страны помогают друг другу. А все это всего лишь маленькое слово «мир». Но, к сожалению, это слово можно встретить и в таком словосочетании – «мировая война». С этим выражением человечество также близко знакомо. И несмотря на то, что прошли десятки лет со времен окончания и Первой, и Второй мировых войн, Сочетание этих двух слов не перестало звучать менее холодно, больно и горько. Сейчас для всех нас сентябрь – это месяц начала учебного года. Время встречи со старыми друзьями, а для кого-то с новыми. Месяц новых открытий и свершений. А почти 80 лет назад, 1 сентября, совсем недалеко от нас, в Польше, в мирное небо, ворвались звуки разрывающихся снарядов. Именно тогда началась Вторая мировая война, которая длилась почти шесть лет. Война – это страшная гадина, которая не делает различий между молодостью и старостью, Между взрослыми и детьми, между мужчинами и женщинами. Страдают все. От боли кричит даже природа. Война преподнесла человечеству самый дорогой урок. Против нее нужно и можно бороться. Но начинать нужно тогда, когда она еще не началась, и плата за эти горькие знания уже внесена. Не нужно множество миров. Один единственный нам нужен. В благоухании цветов, спокоен и с душою дружен. Необходимы для людей друзья, просторы, книг-страницы, Морщины наших матерей, детей пушистые ресницы. В труде, в кипении мечты, давая волю юным силам, В борьбе, в любви до полноты, мы жадно насладимся миром. Для того, чтобы сохранить мир, необходимо приложить немало усилий. Учиться, постигать, трудиться, создавать – все это вам под силу. А помогать помнить о прошлом, о горьких ошибках, потерях, А также великих победах, открытиях и свершениях будут многочисленные символы мира. Как, например, вот этот самый узнаваемый символ мира – белый голубь. Белого голубя нарисовал художник Пабло Пикассо В качестве символа для проведения Первого Всемирного Конгресса сторонников мира, Который проводился в Париже и Праге после окончания Второй мировой войны в 1949 году. Голубке Пикассо уже тогда было суждено облететь весь мир. Видели ли вы когда-нибудь вот этот значок? Возможно, вы не знаете, что именно он обозначает, но к каждому глазу он знаком. Этот символ носит название «пацифик». Оно произошло от английского слова «пацифик», что в переводе с английского означает «мирный», «миролюбивый», «примирительный». Пацифик – это международный символ мира, разоружения, антивоенного движения. Этот знак был изначально создан для британского движения за ядерное разоружение. Он был разработан и закончен 21 февраля 1958 года Джеральдом Холтомом, профессиональным художником и дизайнером из Британии. На самом деле этот знак представляет собой две буквы, которые передаются с помощью семафорной азбуки, и эти буквы объединены в единое целое. Символ «пацифик» представляет собой сочетание двух латинских букв «n» и «d», что означает «ядерное разоружение». Эти два сигнала, наложенные друг на друга, образуют форму знака мира. Интересно, не правда ли? А видели ли вы когда-нибудь вот этот символ мира? Точно, это бумажная фигурка журавлика. Она такая маленькая и хрупкая. Но история этого бумажного журавлика занимает куда более весомое место в списке известных нам символов мира. Оригами – это японское искусство складывания фигурок из бумаги. В японской культуре журавль – это символ долголетия и надежды, и бумажные фигурки этой птицы уже очень давно разлетелись по всему миру. Но лишь после Второй мировой войны эта бумажная фигурка приобрела новый смысл. 6 и 9 августа 1945 года на японские города Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Познакомьтесь, это Садако Сасаки – японская девочка, жившая в городе Хиросима. В момент детонации малыша, атомные бомбы, сброшенные на город, двухлетняя Садако была дома на расстоянии около двух километров от эпицентра взрыва. Взрывной волной девочку выбросила через окно. Но Садако осталась жива. Девочка росла, взрослела, занималась спортом и ни о чем не подозревала, пока однажды, в возрасте 12 лет, она не попала в больницу, где ей поставили страшный диагноз – лейкемия, рак крови. Девочке было страшно. От своей лучшей подруги Тидзуко Хамамото она узнала о легенде, согласно которой человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, которое обязательно исполнится. Девочка решила попробовать. Она делала журавликов из любых кусочков бумаги, которые ей попадались под руки. Сейчас уже точно никто не скажет, успела ли девочка сложить тысячу журавликов. Но 25 октября 1955 года Садако не стало. Вдохновленные ее мужеством и силой воли, друзья и одноклассники Садако опубликовали ее письма. Они начали планировать строительство монументов в память о Садако и обо всех других детях, погибших от атомной бомбардировки. Молодые люди со всей Японии начали собирать средства на этот проект. В 1959 году в парке Мира в городе Хиросима была установлена статуя, изображающая Садако с бумажным журавликом в руке. На постаменте статуи написано «Это наш плач. Это наша молитва. Мир во всем мире». Существует статуя Садако и в парке Мира города Сиэтл в Соединенных Штатах Америки. Статуя в натуральную величину также изображает девочку с бумажным журавликом в руках. На постаменте написано Садако Сасаки «Дитя мира». Она подарила нам бумажного журавлика, символизирующего нашу надежду на мир во всем мире. Вот так бумажный журавлик и приобрел новое значение. Он стал символом мира, напоминающим каждому человеку своей маленькой фигуркой, как хрупка жизнь и как страшна война. Но, к сожалению, страшные события происходят не только во время войны. Они могут прийти неожиданно и в мирное время. Беслан. 2004 год. Ясное сентябрьское утро. Дети со своими родителями в красивой форме и с цветами в руках идут на торжественную линейку. В это время на территории школы номер один появляются три машины с вооруженными людьми. Захватив в заложники более тысячи взрослых и детей, террористы минируют здание школы. Это террористический акт. Все свято верят, что их спасут, что все они останутся живы. Но все произошло по другому сценарию. Днем 3 сентября в школе прогремел взрыв. Началась паника. Многие из заложников пытаются бежать. Боевики открывают по убегающим людям огонь. На их защиту становятся войска спецназа. Своими телами эти герои закрывают детей и взрослых от пуль. Сами спасатели при этом погибают. Но своими жизнями они защищают от гибели более 800 человек. Много задач стоит перед нами. И самое главное – сохранить мир на земле. Сберечь наш общий дом, наполнить его радостью и счастьем. Для этой цели и была создана Организация Объединенных Наций, или просто ООН. Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году. В настоящее время членами организации являются 193 государства. Центральные учреждения ООН находятся в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. Но представительства этой организации есть по всему миру. Так, в Европе центрами деятельности ООН являются Женева и Вена. В Африке это Найроби, Кения и Адис-Абеба. Эфиопия. С 2007 года генеральным секретарем ООН является Пан Ги Мун, а до него эту должность занимал Кофи Анан, который в 2001 году получил Нобелевскую премию мира за вклад в создание более организованного мира и укрепление мира во всем мире. ООН – это ярчайший пример сотрудничества, дружбы, взаимовыручки и взаимопомощи на государственном уровне. Только объединившись все вместе, мы сможем защитить мир. Я голосую за мир. Я голосую за мир. Голосом миллионов. Я голосую за мир. Воля моя законна. Я голосую за мир. Я голосую за мир. Сердцем всего народа. Я голосую за мир. Равенство и свободы. Я голосую за мир. Памятью всех хатыней. Я голосую за мир. Чтобы земля в пустыню не превратилась вдруг. Чтобы на целом свете лишь с добротою рук были знакомы дети. Разве нужны земле шрамы войны на теле. Я голосую за мир. Дайте ей журавлей тех, что взлететь не успели. Дайте ей синеву моря и чистого неба. Чтобы не во сне наяву люди наелись хлеба. Чтобы цвела заря добрым и ясным светом. Мир тебе, мать земля. Я голосую за это.